Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 января, наш традиционный выпуск «Ответы на вопросы». Сейчас я отвечу в первую очередь на вопрос одной зрительницы, которой я обещала дать ответ, а потом на все остальные, которые пришли в ответ на последнее видео. Вот и Елена, которая задала вопрос о том, сколько нужно держать рассаду дома максимальный возраст, она вот пишет, что спасибо за ответ, я ей уже отвечала. И пишет, извините, если вам приходится повторяться, но хочется разобраться детально. Короче, на один ответ приходит еще несколько вопросов, потому что ей хочется разобраться. Может быть, кому-то это тоже будет полезно. Она пишет, у меня нынче не будет теплицы вовсе. Правильно ли я составила себе схему посадки томатов, если я сажу рано томаты толстоногие для тоннелей, потом высокие для улицы и самые последние толстоногие для улицы. Или можно все толстоногие садить в тоннели сразу, потом их рассадить на свои места, когда погода установится, а высокие, когда садить для открытого грунта. Может, вы мне свой вариант предложите для моей ситуации. Еще один вопрос. Правильно ли я поняла, что 1 февраля можно сделать заказ на оставшиеся семена. Начну, короче, с самого конца. Да, действительно, до 1 февраля уже все заказы зимние будут разосланы. Я посмотрю, подкорректирую каталог, какие останутся сорта. Но сорта останутся преимущественно сибирские наши, вот эти как раз толстоногие, которые неприхотливые. Конечно, экзотики уже будет мало, там каких-то редких коллекционных будет меньше, но все равно они будут. И будет возможность тем, кто опоздал заказать летом или в декабре перед Новым годом, будет возможность заказать семена. Я информацию выложу 1 февраля, и может, будет мне написать. Теперь вот про эти, про многочисленные вопросы, которые вы задали. Вот смотрите, вы хотите рано посадить толстоногие для тоннелей, потом высокорослые для улицы. Я не совсем поняла, что значит для тоннелей, то есть вы их будете высаживать на постоянное место под временное укрытие пленочное. или вы будете высаживать их вот под эти пленки в тоннели просто для доращивания. Я вот в этом году буду высаживать в тоннели, но сразу на постоянное место, где они будут сначала под пленкой расти первое время, потом я буду пленку убирать, и там они будут расти. И это вот разница, потому что тут, если на постоянное место, то чуть попозже я их высаживаю, потому что, когда высаживаю в тоннель в ранние сроки, там могут какие-то, например, подмерзнуть или еще испортиться. И при пересадке мы, опять же, выбираем, делаем выбраковку, оставляем самые крупные и уже высаживаем их на постоянное место. Вот это я не поняла. А вообще, вы вот сказали, может, вы предложите свой вариант. Я скажу так, вот вопрос. Когда садить высокие для открытого грунта? У нас, в Сибирском регионе, именно в том районе, где я проживаю, для открытого грунта посев высокорослых, для открытого грунта он весь кружится вокруг числа 10 марта. То есть, кто-то высаживает до 10 марта, числа, например, 6-7, кто-то сеет, не высаживает, а сеет, кто-то делает посев после 10 марта, там 12-13, но все равно высокорослые томаты для открытого грунта все стараются посеять в первой половине марта до 15-го числа. Потому что, если мы их высеваем после 15-го числа, чуть попозже, обычно, если это крупноплодные, они не успевают полностью все вызреть. Вот про высокорослых разобрались. И про толстоногих. Толстоногие можно посеять и вместе с высокорослыми. Просто вы потом толстоногие высадите в тоннель, как вот вы предполагаете, а высокорослые останутся у вас на доращивании дома или где-то в другом теплом месте, потому что... Перезвоню сейчас. Потому что... Сбили меня звонок. А, вот. Высокорослые. Потому что высокорослые я в тоннель не высаживаю. Там они сильно вырастают вверх. И вообще неблагоприятные условия они переносят хуже, чем вот эти толстоногие. Я надеюсь, еще немножко, как-то чуть-чуть вам по полочкам разложила, разобрала. Но вообще, конечно, это очень сложный вопрос, на который однозначно не ответишь. Опять хочется сказать, что я же не знаю, вот, какого вы будете высаживать, где вы живете. Идентичный у вас климат, такой же, как у нас или нет. И вообще зависит даже от того, какая нынче будет зима. Ой, весна. Говорят, что весна будет очень ранняя. Если весна будет очень ранняя, то, возможно, и высокие, и толстоногие высадим мы все в одно время. Ну, тут надо разбираться вообще с каждым индивидуальным человеком. Конечно, вы понимаете, что заочно очень сложно дать какие-то рекомендации. Вы вот сказали, предложите свою схему. Я вам так и говорю, что высокорослые я высаживаю 10 марта для открытого грунта, а в тоннели, которые выращивают толстоногие, 15 марта, потому что обычно у высокорослых больше, длиннее вегетационный период, им нужно немножко все-таки дать вот этот задел для того, чтобы они подольше в рассаде постояли и более взрослые. А высокотолстоногие 15 марта, 20 марта, даже 25 марта некоторые я сеяла, потом высаживала в тоннель, а потом на постоянное место. Они успевают вызревать. У них на 10-15 дней срок вегетационный, срок созревания немножко поменьше. Вот теперь перешли к тем комментариям, которые были последними. Вот сейчас я открыла самые-самые свежие. Вот 40 минут назад. О сортах речь или о гибридах? Вот как выбираю томаты для грядки ленивки. Я говорю преимущественно о сортах. У меня только сортовые томаты, те, которые способны к воспроизводству, с которых можно взять семена и посеять еще раз. Гибрида я не выращиваю. Вот вопрос интересный. Ольга Павловна, у меня вопрос, можно ли сеять семена сладкого перца, который я собрала из купленного перца на рынке у узбеков? Ну, во-первых, вы не знаете там, что за сорт гибрид это или перец. Вообще многие сеют, у многих он вырастает, но для дальнейшего воспроизводства, я не знаю, способен он дать еще одно поколение или нет. Если это гибрид, то он один раз вам даст, но с этого перца вы уже не сможете собрать семена. У меня подруга, которая выращивает для продажи на рынке перцы, она берет в магазине с успехом их сеет, они вырастают, все вызревают, но потом она берет новый. А я хотела один раз так сделать. Мне муж сказал, это импорт, ну как, вот у нас не на рынке у узбеков, а я имею ввиду, у нас берут в этом, у нас нет на рынке узбеков, торгующих перцами. В магазине продается перец такой крупный, сладкий, вкусный. Мне муж сказал, что скорее всего это генномодифицированный, потому что эти все они привезены очень далеко из-за рубежа, и скорее всего это не сорт, потому что за границей уже давно перешли на гибриды. Я не стала его высевать, не стала выращивать. С таким перцем экспериментировать я не стала, но я знаю, что люди сеют, выращивают, и по крайней мере первый урожай дается очень хороший получается. Вот Татьяна Зайцева пишет, томат лимон-лиана, он очень большой растет, во сколько стволов его формировать. Вы знаете, я томат лимон-лиана сама впервые в этом году купила, буду только первый раз выращивать, наблюдать за ним, поэтому я ничего сказать вам не могу. Вот пишет Нина Моско, чем гуще сеешь перец, тем больше образуется дополнительных корешков, и вообще перец любит расти большой семьей, то есть рассада любит загущенную посадку. Я полностью согласна, потому что я вот сейчас начала выкладывать вам видеоролики о том, как я когда-то выращивала много перцев, по несколько тысяч корней, и сеяла густо, и пикировала густо, очень хорошо они растут, они такие сильные, крепкие, здоровые, и корневая система прекрасные. В отличие от томатов, они не вытягиваются, и загущение переносят великолепно. Для продавцов рассады это большой плюс выращивания растений. Вот про арбузы. Я сейчас сильно не буду распространяться. Когда буду сеять, расскажу. Светлана Урусова пишет, третий год пытаемся вырастить арбузы, но пока, увы, в возрасте пяти листьев с цветочками очень хорошо принялись. Потом появились первые арбузики, когда решила убрать все пасынки с главного ствола, зеленая масса, мой арбуз просто остановились в росте. Вот смотрите, у меня есть на канале два года назад я снимала подробно, как я опыляю арбузики, как я формирую. Формирую ования там тоже разные, зависит от того, гибрид это или сортовой. Гибриды обычно часто очень указывают, что нужно формировать в один ствол, а сортовые нет. Там нужно оставлять боковые пасынки, потом их прищипывать. Но у меня ни разу не было, чтобы после прищипки они как-то остановились в росте, а не наоборот. Но я только сортовые, сибирские сорта выращиваю. Наоборот, много пасынков появляется, и за ними нужно следить. Они очень разрастаются, иногда пасынков много, а женских плодов, арбузиков нет, все мужские, и тут надо за ними тоже глаз да глаз. Но я выращивала всегда мало, 4 или 5 кустиков, чисто для детей так, ну для себя полакомиться. Но у меня всегда все с ними хорошо получалось, я не знаю, в чем проблема, если честно. посмотрите, пожалуйста, про формирование, может быть вы лишнее как-то убираете полностью, его, им уже тоже какая-то часть зеленой массы нужна, если убрать вообще все, и один ствол останется, например, там с 5 или с 6 листьями, листики, они же поставляют все питательные вещества, и все, обеспечивают именно налив вот этого плода. Не знаю, этот вопрос сложный, тут очень много времени надо, чтобы рассуждать, что случается с вашим арбузиком. Так, ну это просто хороший отзыв, вот рекомендуют, какие черри сладкие, сладкий миллион, и желтые, и красные. 60 сортов в этом году решила попробовать, но сейчас у меня питунья на стеллаже под черенкование, поэтому буду позже сеять томаты. Ну вот видите, как я говорю, даты посева у нас зависят от региона и от сортов, еще и зависят от нашего, от наших личных обстоятельств. Вот человек тоже посеял бы, но у него там питунья сидят, вот я поэтому я тоже питуньями занималась несколько лет отказалась от них, потому что весной война между питуньями и помидорами, и тому, и другому нужно место на стеллаже, и не знаешь, кого отбросить, а кого под солнышко поставить. Вот тут как помечать можно, бирочки напечатать и в пакетики с замком. Вот посмотрела ваш ролик, решила огурцы убрать в грядке открытый грунт, теплица одна, оставлю под чисто томаты. Я постараюсь завтра снять ролик, стоит ли выращивать огурцы и томаты в одной теплице, и кому будет хорошо там, а кому плохо, и все вот эти подробности о том, что они все-таки нежелательные соседи, но выращивать их можно. У меня тоже первые годы вместе томаты и огурцы, когда была всего одна теплица, сидели в одной теплице, сейчас я их, конечно, разделила, и почему их желательно разделять, это надо, конечно, разговаривать, они любят, ну они как противоположники, любят совсем разные условия выращивания. Вот, можно ли выращивать два сорта в одну лунку? Ну, как люди пишут, что некоторые выращивают, я ни разу не пробовала, у меня сорт к сорту всегда, так как я собираю с томатов семена, я никогда не путаю и не делаю, не спариваю два разных сорта, не дай бог еще перепутается что-нибудь, я делаю всегда один сорт, две штуки одного сорта в одну лунку, но пишут зрители и высаживают даже парами, один высокорослый индетерминантный, а другой коротышку скороспелый, даже так в одну лунку высаживают, тот после того, как от плодоносец выдергивают, вообще удаляют, а этот индент индетерминантный продолжает дальше расти, вариантов много, но все нужно пробовать самому. Вот Валентина написала, что Оля, ты молодец, даже не хочу объясняться, как без этого, мы с тобой почти ровесницы висы, но почему-то не пришло в голову заняться рассадой, живя в деревне, а жить было не на что, мы уехали в Екатеринбург на заработки, детей было учить, детей надо было учить, причем платно, а на что, уехали, бросили дом, огород, теперь душой и телом там, душа болит, земли у нас много, я вот про то, постараюсь, вот Валя, ответить вам, вот про то, про землю, я даже не знаю, чем можно столько соток земли занять, у вас еще 50 суток, у меня никогда больше шести не было, но я хочу, знаете, вот этот комментарий меня навеял на другую мысль, у нас ведь тоже в жизни бывали разные периоды, вот эти все, мы как раз попали, наше поколение, в тот период, когда перестрой, когда Советский Союз разрушился, началась вот эта рыночная экономика, потом сколько-то лет коммерции, убились, колотились, потом все устаканилось, кризис, тут когда доллар, помните, что-то с ним случилось, я уже сейчас не помню, что, но было очень сложно, и у нас тоже было очень много периодов, когда вот, как это выражение, жить было не на что, и в молодости, и в разные периоды, и я хочу вам рассказать, даже сниму, наверное, специально видеоролик подробный для наших женщин, как можно делать бизнес по-русски, не имея образования специального, чем можно заняться, и где заработать деньги, потому что я занималась, сейчас вам перечислю, чем только не занималась в трудные годы, а периоды были разные, как вот периодами, у нас же то в стране вроде хорошо-хорошо, потом раз, что-то обвала, бруха, все, я работала копирайтером, писала статьи за деньги, потом работала тайным покупателем, потом, но это не говоря о том, что между этими был период официальных бизнесов, или официальных работ, там на заводе, где-то, потом, а, работала, шила на заказ, тоже был период, работала няней с детьми, тоже был период, потом, вот, выращивала цветы, на продажу размножала, потом выращивала рассаду, и сейчас вот на пенсии я начала выращивать, выбрала из этого самое такое, что мне подходит по душе, я остановилась на растениях, но перепробовала, как вы видите, разные, вот эти все, везде можно заработать деньги, но деньги не такие огромные, которые вот, для которых, ну, как, не какие-то там огромные предприятия, а просто деньги для того, чтобы можно было выжить с детьми, чтобы можно было, как вот они говорят, что на обучение, чтобы хватило, на еду, на одежду, ну, чтобы для нормальной жизни, и вот этот бизнес по-русски, потому что у нас женщины хватаются за все, они первые начали челноками работать, а, кстати, да, это-то забыла указать, и еще челночила, в то время, когда вот только все эти заводы у нас закрылись, нам было деваться некуда, вот торговлей занимались, чем я только не занималась, занималась, все было, ну, довольно-таки, в какой-то степени успешно, но это все было не мое, конечно, я потом поняла, что кроме как с растениями ничем не хочу заниматься, я вот Валентине потом отдельно про использование земли отвечу, что можно, ну, я говорю, что такого количества земли у нас в городе, конечно, нет, у нас маленькие участки, мы стараемся с них что-то выжить, выдавить, а вот про бизнес, которым можно женщинам заняться, которые сидят дома в декретном отпуске, или от которых ушел муж и не знает она на что жить, вариантов много, я постараюсь снять, милые дамы, вы должны быть самодостаточными и никогда не должны надеяться на мужчин, у вас всегда в голове должно быть 2-3 бизнес-игеи, чем вы займетесь, на крайний случай, если настанет такой период, когда жить не на что, хочу всем помочь, и, конечно, больших денег не заработайте, но с голоду не умрете, так, но тут все у меня по-прежнему делают замечания, что оговорилась, сейчас не февраль, а вы не читаете это, описание к видео, в описании к видео, и даже в начале видео, я говорю, что я повторяю прошлогодние видеоролики о перце, потому что я в этом году позже сею, а кому-то интересна эта информация, дорога сейчас, несмотря на то, что и в описании к видео написано, несмотря на то, что в начале видео, это я говорю, все равно находятся люди, которые говорят, а вы оговорились, сейчас не февраль, ну а вы осмотрелись или ослышались, ну короче, смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, это повторы, не знаю, вот Татьяна Березовская пишет, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, на какой вопрос, неизвестно, если вы уже повторяете просьбу свою, так вы еще раз должны повторить вопрос, тот вопрос, который вы когда-то там внизу задавали, вы понимаете, очень много комментариев, они закидывают, и старые уходят вниз, а среди новых я ваших не нашла, хотела ответить. И вот про эти опять томаты, что у некоторых 3 или 4 семидоли раскрылись, наверное, какие-то мунтанты, скорее всего, не стоит выращивать, Елена спрашивает, ну и тут я отвечаю, что хорошо вырос, урожай большой, я не знаю, я при пикировке отбраковываю и выбираю только самые сильные и здоровые, если это самый сильный и здоровый, но у него 3 семидоли, я, наверное, скорее всего, возьму, но если честно, я что-то не помню, был у меня такой или нет, я знаю, что в прошлом году перец с одной семидоли несколько штук было, вот спрашивают, Надежда Веселкина спрашивает, про универсальное удобрение ХКФОС 134013, знаете ли вы, нет, я не знаю, я даже название такое не слышала, и вот выговорила, еле-еле, стараюсь пользоваться классическими, традиционными, известными уже, с известными свойствами, ничего нового стараюсь не вводить, если уж нет рекомендаций от людей, которым я верю, вот еще что, посевы, дорожки удобно, очень поливать спринцовкой, пишет Марина Хаустова, да, это точно, но единственное, что спринцовку надо отдельно покупать, а вот там дальше девочки пишут, что с подрученными средствами в бутылку, ручку еще вставляют, поливают, Людмила пишет, что я так же пикирую все растения, принимается, растет, мои объемы посадок 300-350 штук, опять тот же самый вопрос, каждый год, в стаканчике делаете отверстие, конечно, и в лоточках, и в стаканчиках, в любых чашках, плошках, должно быть отверстие, вот Ирина Губко пишет, но я тоже посадила перчик 17-го числа, не буду все читать, что правда сказали, что зеленый цвет очень успокаивает, но это и учеными доказано, и на себе уже опробовано, как только начинаются посевы, начинаешь лялькаться с ними, и сразу уже нервная система, все, что за зиму потрачено, сразу успокаивается, так, про плесень, актуально, всегда сильно мочила землю перед посевом, это основная, самая главная ошибка новичков, которая приводит нас к плачевным результатам, сильно смачивают землю перед посевом, и потом, когда посевы всходят, они стараются их поливать, поливать, это называется залюбить, хотят им добра, сеянцам, а они не понимают, что корней-то у них почти нет, они не выпивают столько воды, и вода застаивается, начинается загнивать корневая система в этом мокром грунте, не нужно много воды, я потом буду показывать, как я поливаю, вот прям минимально, чтобы смочить локально только те места, где находятся корешки, корешки очень маленькие, им надо там миллилитр воды, наверное, в день. вот Ольга пишет, хотелось посмотреть про капельный полив теплицы, как вы сделали монтаж водопровода, все это есть в летних видео, все сняла, все показала, отматывайте на лето, и смотрите, пожалуйста, вы же понимаете, что вот здесь, в рамках вот такого видео, ответ на вопрос, я ничего вам не смогу ни сказать, ни рассказать, есть, вот пишет Надежда Якубович, также не церемония спрореживаю, когда я выставила, увидела, как я выдергиваю, прям не обрываются ни корни, ничего, многие боятся, но не нужно бояться. Про юбилейного Тарасенко, вот спросила Татьяна, закатывали ли банки, хорошо или нет, тут же ей уже отвечает Нина Моско, прекрасный сорт для консервации, потому что многие этот сорт знают, консервируют его, он и в еду вкусный, и в консервации хороший. Вот опять про это же, первый раз вижу, что можно резким рывком извлечь растение, не повреждая корни, кажется, если так дерну, у меня в руках останется только ствол без корешков, это вам так кажется, попробуйте. Во-первых, когда сильно промоченная земля, промачиваю очень-очень сильно, она же мягкая, и еще она изначально, но я забыла сказать, что земля должна быть рыхлая, такая вот, как я делаю, и такая, как не сплошным кирпичом, конечно, если у вас она какая-то, ну, вы поняли какая, вы дернете, может быть, и останется, но у меня земля всегда мягкая, всегда рыхлая, и вы видели, я прям без особых усилий, раз движение делаешь, и вместе с огромными корнями все растение выдергивается оттуда. И еще, если не секрет, подскажите, какую цену продаете кустик перца в стаканчике. Ну, тут я ответила, в прошлом году в Бейске на рынке 20-25 рублей за корень, но я вам хочу объяснить, я-то на рынке не сижу, и никогда в жизни вообще ни разу не сидела, потому что, если я сяду на рынок, у меня некогда будет выращивать растения, высаживать, в то время, когда люди торгуют рассадой, я занимаюсь, ну, высадкой в грунт, все, у меня же много, и я отдаю все растения дома, и отдаю, вот последние годы отдавала почти все оптом, и перчик у меня в стаканчике был 8 рублей всего, там они продавали, может быть, и за 20, и за 25, я не знаю, меня это уже не касается, но дело в том, что я свое драгоценное время экономила, и как еще, туда же надо везти, кто-то должен тебя отвезти, кто-то должен тебя там выгрузить, загрузить, но мне, короче, так как я одна, мне торговля на базаре не светит, не грозит, я не смогу с этим справиться, только из дома, поэтому у меня цена небольшая, очень дешевая, и кто приходил на дом, ну, мои постоянные покупатели, они все говорили, что это очень дешевая цена, но за счет этого у меня ничего не оставалось, я очень быстро продавала, и, конечно, никаких там золотых гор не заработаешь с такой ценой, 8 рублей за стакан, если учесть, что стакан стоит рубль, и земли там настолько же, но зато я делала это, вот занималась этой продажей для того, чтобы установить, например, теплицу, купить те же шланги, но чтобы обработать тот же самый огород, потому что все понимают, что с нашим размером пенсии, вот у меня в 10 тысяч, никаких пожертвований для огорода я не могу сделать, я не могу на свои деньги купить теплицу, купить эти поликарбонаты, купить эти установки для капельных поливов, те же бочки, вот эти вот металлические установки, все это помогло мне сделать рассада, теперь, когда у меня теплицы установлены, когда у меня все, и новые шланги, и новые капельные поливы, у меня уже отпала нужда заниматься таким огромным количеством рассады, потому что возраст уже не позволяет столько тысяч кустиков выращивать, но вот про цену, цена у всех разная, кто продает на базаре, конечно, она дороже, кто продает дома, она дешевле, поэтому мне надо было много-много-много насадить, чтобы какую-то сумму по 8 рублей вот эту вот собрать. Ну, так. Ну, Дзюльфия пишет, сегодня узнала, что существует госреестр, я так улыбнулась, я говорю, интересно, ну, мы про госреестр, я вам во многих даже видеороликах говорю, что вот этот сорт внесен в госреестр всего 10 лет назад, я не знаю, люди, наверное, это не слышат, вот есть, Дзюльфия узнала только сегодня, что есть госреестр, где есть списки семян, ГМО, огурцов, которые продаются в магазинах, которые мы можем купить, слышали ли вы об этом? Я, конечно, слышала, но списки не смотрю, госреестр не изучаю, каково ваше мнение, мнение о чем, о том, что есть госреестр, но госреестр и госреестр, иногда томат не внесен в госреестр, это обычно происходит вот с этими, с редкими, всякими, экзотическими, коллекционными сортами, особенно с заграничными, конечно, в нашем госреестре их нет, мне это не имеет значения, и, конечно, я сейчас, большинство гибридов последнего поколения, может быть, они и ГМО, но вот эти сорта, которые, вот эти наши, уже опробованные, старинные, вот эти сибирские, которые мы выращиваем десятилетиями, я не думаю, что они ГМО, ну, если честно, до нас ГМО, наверное, еще не дошло, может быть, оно где-то в таких развитых странах и сильно развито, и больше всего, мое мнение, это, ну, может быть, я ошибаюсь, это среди гибридов, сортовые семена, наверное, сложнее сделать ГМО, потому что обычно все вот эти манипуляции, скрещивание, все происходит с гибридами, но я не знаю, утверждать не буду, в госреестр не хожу, ничего там не изучаю, так, вот про грунт, купила грунт для рассады, написано, то-то-то-то-то, там что и азот, и фосфор, и калий, пишут, что полностью готов для рассада, и вот сижу и думаю, добавлять золы, например, или перегноя, вот смотрите, первый раз, когда вы только посеяли семена, можно и в этом грунте выращивать, потому что там ведь они у вас, эти семена будут, незначительный такой отрезок времени, ну сколько, у томатов, например, когда один-два настоящих листа, это три недели всего, и за это время им не очень много нужно питательного вещества, вот когда вы будете пикировать их, и будете готовить грунт, после пикировки, они же дольше там сидят, они месяц, полтора месяца растут в этом грунте, тогда уже нужно подумать о том, что может быть и золы добавить, и может быть перегноя добавить, если вы видите, что грунт, ну недостаточно такой плодородный, а вот, и кстати, вот зритель ответил, ну почти, ну не то же самое, но почти то же самое, что я сею в покупной, а пикирую в приготовленный самостоятельно, в покупной ничего не добавляю, вот еще один ответ, который почти немного созвучен с моим, что в покупной посеять можно и просто так, если боитесь, можно единственное, что немного может быть его обеззаразить, чем-то полить, а когда будете пикировать, тогда уже делайте свои добавки, потому что, ну не все сейчас, я еще сказать-то ничего точно, а про это не могу, потому что я же покупным не пользуюсь, у меня только свой, но вообще люди говорят, что грунт купить можно всякий, можно купить и качественный, прекрасный, можно и не такой распрекрасный, это зависит от фирмы, я в этом не эксперт, человек, который не пользуется покупным грунтом, конечно, ничего не может вам сказать, ну тут про энциклопедию, я не знаю, я покупала там в каком-то киоске, я не думаю, что у нас во всех городах книги одинаковые продаются, просто я где увижу что-то для огородников, я всегда покупаю, Вера Кузнецова, психотерапевт для огородников, ну это точно, я себя скоро уже буду называть психотерапевтом, даже если не показываю, просто сижу и уговариваю, не расстраивайтесь, все будет хорошо, но это действительно так, все зависит от нашего настроя, сейчас я последний прочитаю комментарий, будем заканчивать, потому что время проходит очень быстро, казалось бы, вот только села, открыла компьютер уже около 30 минут, и ни о чем не успели поговорить, беседа могла бы быть, конечно, и час, и два, но это уже непозволительная роскошь, столько времени отнимать у людей, все зависит, конечно, от настроя, так вот, два прочитаю сейчас вот этих, большое спасибо за труд, наконец объяснили мои неудачи с сортом тройка, насчет желчных людей, вы правы, им даже на травку молодую смотреть можно, это же так красиво, конечно, так, прочитано, вот, фитоспорин является протравливанием грунта или нет, и второе, у эпина и фитоспорина одинаковое действие или нет, нет, у фитоспорина и эпина действия не одинаковые, эпин это антистресс, это стимулятор роста, это вот такой иммунно, ну как, повышающий иммунитет, а фитоспорин, это фунгицид, но биофунгицид, очень мягкий и очень маленького действия, такого слабого, когда я вам говорила про, чем протравливать, вот, например, семена, а, землю, и говорила, что если у вас с землей все в порядке, если у вас нет никаких заболеваний, то можно полить фитоспорином, и все, основная его задача, фитоспорина, это там, ну как скажу сейчас по-русски, размножить там вот эти вот, наши положительные, которые нам помогают, бактерии, помощницы, вот эту микрофлору, такую, благоприятную для растения, и немного подавить развитие патогенной микрофлоры, а если в земле все-таки у вас была фитофтора, или она заражена какими-то вот такими многолетними грибковыми заболеваниями, то в большинстве случаев фитоспорин, то он и не помогает убивать, он не настолько сильный фунгицид, помните, когда я говорила, что если у вас крайняя ситуация, если у вас зараженный грунт, то полейте один раз вот этим медным купоросом перед посевом, у вас точно там ничего не будет, там не будет ничего ни плохого, ни хорошего, а потом, через какое-то время, когда уже растения будут расти, можно полить фитоспорином, и он там размножит вам вот эту благоприятную, положительную нашу микрофлору, и вот, когда отвечать на вопрос, фитоспорин является протравливателем грунта или нет, я даже не знаю, как сказать, вообще-то он называется и считается биофунгицидом, а фунгицид, это значит убивающий вот этот внутрь, что он убивает, но он убивает не всех и не всегда, и очень многие говорят, что действия одного фунгицида, фитоспорина, недостаточно, если грунт неблагоприятный, то он может там что-то и оставить, он протравливатель, но очень мягкий, такой нежный, очень мягкого действия, и больше всего его все-таки рекомендуют второй очередью, после таких, ну вот смотрите, сейчас пример приведу, многие хотя и говорят, что марганцовка, она не помогает, или там, что, или кипятком, или в этом, а вот в духовке не надо протравливать, что там убивается живое, все и мертвое, вот смотрите, но есть такая земля, которую нужно, люди необходимые, должны протравить в духовке, потому что иначе ничего не вырастет, ой, не протравить, прогреть, ставят в духовку, прогревают, делают грунт до стерильного, что там погибает вся микрофлора, и хорошая, и плохая, и потом уже поливают фитоспорином, чтобы ввести туда вот эти вот грибки, которые нужны нашим растениям, не знаю, я правильно объяснила, ну как, понятно объяснила или нет, но я считаю фитоспорин очень мягким, для того, чтобы протравить грунт, который, например, ну, изначально вы знаете, что он заражен, например, взяли с огорода, а там была фитофтора, или там было еще что-то, не убьет он все до конца, и может появиться вот эта плесень, может появиться еще там что-то, ну и пинфитоспорин, еще раз повторю, это два совсем разных препарата, пин обычно стимулирует семена перед посевом, вот в прошлом году, может помните, я опрыскивала после заморозков, когда у меня прихватило рассаду, вот антистрессу, иммуностимулятор, вот иммунитет повышает, а фитоспорин это совсем другое, фитоспорин, если так сказать, совсем уж грубо, распространитель вот этих грибочков, положительных в земле, все, до свидания, буду сеять через несколько дней самые такие позднеспелые перцы, перцы с длительным периодом созревания, в начале февраля буду сеять томаты для теплицы, это уже массовый будет посев, ну то есть это не моя прихоть, не по моему желанию, это не для суперраннего урожая, а уже для сибирского региона, для выращивания в теплице, первая декада февраля, многие сеют уже высокорослые, крупноплодные томаты, помаленьку, маленькими-маленькими шажками, мы приближаемся к весне, желаю вам приятных таких веселых посевов, сеять с хорошим настроением, я вот уже начала, что настрой это 50% успеха, когда вы с добром не наспех, всегда говорю, не сейте наспех, не сейте тогда, когда у вас вот появилось несколько, и вы торопитесь, надо скорее-скорее посеять, закрыть там как попало, пусть семечка ваша ляжет спокойно, с хорошим настроением в свою бороздку, и весело прорастает, все, с вами была Ольга Чернова, огородная азбука.